на прошлом занятии мы рассматривали объекты и классы я изначально планировал по тематике рассмотреть я думал что мы пойдем быстрее что мы идем то есть рассмотреть штука а пишки но я предлагаю данный данную тему слегка пропустить и пойти по форматам данных то есть как с ними вообще работать в питоне то есть как они генерируются как они разбираются и так далее то есть и ну дальше пару концепций миксейны то есть паттерн миксина как они реализуются в частности на примере посмотрим и вообще штука авторизация понять авторизации как она реализована как она в вебе реализуются и в частности наш пример поэтому пойдем формата данных форматы данных зачем вообще нужно форматы данных но имеется ввиду определенные реализованные вещи которые можно обмениваться ну то есть структурированные форматы данных можно обмениться между разными системами ну в частности всем известный xml и сейчас больше популярности и я всегда рекомендую если есть необходимость измениваться какими-то данными то есть реализировать их в JSON соответственно каким образом что вообще что такое представляет собой xml мы рассмотрим что html это xml получается это частный случай xml то есть xml имеет такую же структуру как html то есть если мы нужно нам какую-то структуру засерилизовать то есть xml имеет такую же таловую структуру как html то есть должен быть всегда какой-нибудь рутовый тег то есть в принципе те же сами то есть открывающий текст, закрывающий текст, открывающий текст, открывающий текст, возможно какие-то атрибуты а здесь могут быть любые ложные другие теги смотрите, есть спецификация html, которая фиксирует набор тег, который мы используем есть определенная семантика, html, body, head и так далее то html это просто какая-то структура данных, которую вы сами реализуете вам нужна, допустим, данные о студентах, чтобы они были в какой-то стерилизованной форме таким образом и пишем это как перемены, именно тега вы даете произвольно сами допустим, в html вы даете именно классом, значением атрибута то есть атрибуты тоже в html зафиксированы то здесь мы можем делать все что угодно соответственно это произвольные строки, мы их можем называть сами главное, чтобы соблюдалась структура, то есть тех правил, по которым мы пишем в чем она заключается, что теги должны открываться, закрываться, что они не могут пересекаться, что внутри их могут быть определенные атрибуты, их значения в кавычках, ну и так далее соответственно, если мы хотим передать какую-то информацию про студентов, соответственно мы можем это сделать таким образом, то есть у нас то есть мы стерилизуем какие-то данные, студент, 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 да, то есть информацию, атрибуты, то есть какие-то значения, мы можем вносить как отдельными атрибутами внутри самого тега, так мы можем делать какие-то под теги, то есть это равнозначно работает вверху ты 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 да 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 и на самом деле мы могли эти все данные передавать кодировать прямо атрибутами студента сделать атрибут name с точки зрения цивилизации данных это на вкус если данные подразумевают вложенность у студента у нас есть какие-то атрибуты мы их выносим сюда если вложенность не подразумевает то есть это конечное какое-то свойство скажем у студента ID может быть только одно и оно короткое мы его вносим в атрибуты ну скажем принято обычно если мы из базы данных выгружаем какую-то таблицу то в каждое поле таблицы для каждой записи мы выносим в отдельный таблицу я сталкивался чаще всего с таким походом то есть соответственно мы сейчас просто сделаем какую-то структурку грубо говоря делаем руками что у нас может еще соблюдается основная семантика открыли тэк, закрыли тэк, тэк не пресекается вложенность атрибуты, значения их в кавычках то есть имеем файлик иземпл.xml я сейчас создам ну вот 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 Файл, в котором мы данный файл, то есть информацию из этого файла загодируем в какую-то питоновскую структуру. В простейший случай, то есть это, ну во что мы это сделаем? Мы сделаем из этого список из dictionary, то есть у нас будет dictionary, в котором список из dictionary, каждый элемент которого будет словарь, в котором будет ключ id, ключ name, ключ surname и значение будет выбираться из этого файла. Для работы с форматом xml файлов в питоне есть библиотечка элемент 3. Простейший примерчик. Мы рассматривали работу с файлами, да, и я давал задание на parsing csv файла. То есть насколько с этим возникли трудности, кто сделал? Я не знаю. То есть чтение файлов понятно, то есть все. Чтение файлов понятно, да. Интересно стало, наверняка шесть какие-то готовые библиотеки, которые там, с xml, например, или с тем, что в cml может работать, да? Ну, xml, cslt, то есть это, ну, cslt это отдельная тема, то есть там, с xpassing, то есть, ну, есть библиотеки готовые, которые это все реализуют. Ну, вот, parsing xml, а вот есть библиотеки. Для csv тоже есть библиотеки. Интересно вот для экселевских форматов, чистая экселевская. Чистая экселевская. Экселевские форматы есть какие-то привязки, но там, ну, для отограничений, то есть там не все. Ну, скажем, то есть там, когда скриптов касается дела, либо каких-то атрибутов, то есть там, ну, готовые решения есть. То есть с Excel тоже можно делать, ну, работать и генерировать вещи. Просто, ну, в Excel есть формат xml, есть чистый, ну, бинарный. Вот с бинарным больше проблем, чистый, xml формат можно делать. То есть, ну, порт его. Так, далее. По-моему, это встроенная штука, то есть мы можем поэкспериментировать и посмотреть, то есть, ну, XML, то есть встроенный, то есть это можно делать в консоли. То есть это библиотечка, которая максимально просто реализует, ну, вообще, работу с XML-деревом, то есть понятие вообще XML-дерево, то есть, ну, E3 само, да, то есть элемент 3, в том, что наш XML-деревский документ, он всегда имеет древовидную структуру, то есть, как бы, есть корень, есть вложенные блоки, у этих блоков еще блоки, вот, соответственно, то есть оно, как бы, имеет такой, как бы, главный элемент, и дальше пошли ветки, на концах этих веток есть, как бы, определенные листья, которые можно, то есть, либо это текст внутри тега, либо это текст, как значение атрибута. Библиотечка вообще позволяет читать формат, ну, вообще, из строки, то есть если у нас внутри переменной уже есть какая-то строка в XML-формате, то есть мы ее можем читать уже из этой строки, вот, но также она позволяет читать, ну, прямо из файла, ну, то есть это все прозрачное, в том плане, что, ну, она может читать прямо из файла, то есть нам не нужно сначала читать отдельно файл, потом этот файл загонять в строку, и потом эту строку уже скамливать в парсеры, то есть мы можем прямо читать из файла, то есть, ну, много всяких, как бы, библиотечек, которые реализуют, ну, много всего, ну, в частности, ну, чтобы было понимание, то есть, сейчас мы просто вот открыли весь документ, и он у нас имеет такую объектную структуру, и, то есть, вот, главный сейчас у нас как бы элемент, это документ в целом, то есть, чтобы получить главный элемент, то есть, ну, вот рутовый, который у нас вот здесь имеет такую структуру, да, рут, и с с ним, чтобы делать, то есть, мы имеем функцию getroot, то есть, ну, в принципе, так можно и делать, то есть, делаем переменную root равно e3 getroot, то есть, теперь у нас как бы эта переменная будет нодой, ну, главной нодой, то есть, понятие ноды понятно, да, ну, короче, главный элемент, то есть, ну, в HTML, в XML, то есть, каждый тег можно еще назвать нодой, то есть, это вот по ходу дерева, то есть, если, это вот точка, от которой что-то может иметь какие-то, ну, другие элементы, либо свойства. Соответственно, мы получили данный объект, как, данный тег, как объект, соответственно, так, значит, начнет так, вернемся. Ну, я показал, что у данного элемента есть уже много всяких свойств, ну, рассмотрим там основные, то есть, у него есть tag, есть text и есть атрибуты, то есть, tag, это понятно, то есть, непосредственно, как бы, тут атрибут tag, который, ну, который мы считали root, вот как мы его здесь назвали, root, то есть, не потому что он гад, а потому что мы его здесь именно таким образом назвали. Далее, атрибут, свойства атрибут, которые содержат в dictionary всех атрибутов, которые у него есть. То есть, если бы у него было больше атрибутов, то есть, это вот здесь в dictionary все поместилось. Соответственно, если мы хотим получить значение конкретного какого-то элемента, то мы можем таким образом получить его значение. То есть, это просто анализует поведение dictionary. На самом деле, наверное, не dictionary, но просто что-то посмотреть и проверить. Нет, это обычный словарь. То есть, соответственно, все атрибуты будут преобразованы в обычный словарь. То есть, мы сделали простую штуку, то есть, и у нас уже вот такой как бы xml, который для понимания сложен, то есть, приобрел такую удобную объектную структуру уже сразу с данными в каком-то формате. То есть, когда мы имеем этот элемент, мы можем получить те элементы, которые вложены в него. То есть, получить можно разными способами. То есть, допустим, просто через find. То есть, если мы скажем find student, он вернул нам наш корневой элемент student. То есть, ну, следующую вложенную ноду. Соответственно, так можно и сделать. Мы получили точно такую же ноду с тем же набором атрибутов, которое было в руке. То есть, у нас здесь было какое-то свойство. то есть, если мы посмотрим атриб, то есть, у него уже есть, то есть, эти данные уже преобразованы к словарю. С точки зрения студента мы можем сделать find all. Он все найдет? Нет, не все. То есть, вернет все элементы с данным этим. То есть, ну, вернул список из элементов конкретных студентов. то есть, если мы сделаем какой-нибудь слайс по единице, по нолик. То есть, мы видим то же самое поведение. То есть, мы вот можем так углубляться внутрь нашего XMLD. Соответственно, если у нас есть какой-то список однотипных элементов, то мы можем пройтись по ним, ну, циклом FOR и преобразовать это в какую-то структуру. Ну, в нашем случае... Давайте мы сделаем это. Давайте мы сделаем это. И... Что это? Питер. Ну, функция iter, она вообще проходит по всем элементам, ну, вглубь, то есть, итеративно. То есть, берет студентов, заходит внутрь и проходит просто по всем тегам, ну, без разбора. То есть, идет куча всякой такой функциональности, которая нам позволяет очень, ну, удобным образом работать с XML. То есть, соответственно, мы XML с помощью данного инструмента можем парсить и переводить в удобные форматы данных, ну, которые мы можем... Питер не легко обрабатывать. То есть, в dictionary мы преобразуем каким образом? То есть, мы просто пойдем по... По студентам. То есть, find out. Тут, наверное, уже будет проще писать в пятно в файлы, потому что нам нужны будут промежуточные данные и какое-то структурирование кода. И... 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 ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простой фор, который проходит по всем элементам и в список добавляет наш словарь. Словарь нужно сформировать. Простейшая штука у конкретного студента. А3 через его атрибут мы обращаемся по идишнику. То есть мы берем его идишнику. И... Далее проходимся по... Ну смотрите, валидацию мы делать не будем, то есть мы не проверяем, есть ли у него такие теги или нет. То есть мы поджимаем, что, скажем, валидацией занимался какой-то другой инструмент, и у нас уже имеет четкую правильную структуру. То есть если у нас студент есть, то у него обязательно есть теги. Есть атрибут ID и есть у него подтеги, которые там names or names. Аминологичным образом поступаем к тексту, обращаемся просто через текст. То есть вот таким образом. Ну смотрите, разница в чем, то есть к атрибутам мы просто обращаемся к dictionary берем по ключу, а к значениям самой ноды, то есть внутренним тексту, который внутри HTML, HTML-я, то есть это свойство текста. То есть ну, простая штука, которая позволяет нам вот разобрать наш XML. В принципе, ну, то есть как бы основные подходы есть. То есть мы можем получить доступ к любому элементу, то есть искать его, да, то есть как бы искать либо один элемент, либо группу элементов, получать доступ к атрибутам, либо к самим записям внутри нашего атрибута. Собственно, все. То есть, ну, первый вот проход мы вот это сделали. Так. Ну, ожидаемо, мы получили ту структуру, которую мы хотели. То есть вот у нас список, есть dictionary. То есть каждый dictionary, то есть имеет как бы повторяющую структуру, которую мы получили из XML. Ну, получается, что все-таки достаточно ручной работы, чтобы получить один формат в другой. Ну, так же, таким же образом этот формат, какой-то любой другой формат, мы можем собрать назад в XML, ну, в XML вид. Делать это с помощью той же библиотечки, просто нам нужно будет немножко использовать не те элементы. То есть, ну, вот такие штуки, то есть, если мы работаем с XML, мы получаем данные, то есть это вот такие азбучные истины простые. Вот, ну, не знаю, то есть, я сейчас наталкивался на то, что, ну, возникают там неопределимые трудности с вот этими, как бы, набором всех этих функций. Ну, на самом деле ничего сложного, просто на ряде примеров мы это можно понять и увидеть. Как это дело формируется назад, строится XML из него? То есть, ну, мы возьмем вот этот же список, давайте, что мы можем добавить? Ну, я что хотел, то есть, я хотел добавить какое-то новое свойство элементу, давайте H добавим. И сделаем это там простым способом. Но оно не будет масштабироваться, то есть, я на три элемента это сделаю сейчас. То есть, первый элемент, первому элементу... Так, ну, теперь мы нажимаем вот здесь. Так, ну не делай ошибку, то есть у меня данные сохранятся при этом, то есть если я вот так буду форматировать, то есть у меня как бы самый изначальный мой список изменится вместе с дикшеном или нет? Изменился. Ну, во-первых, мы можем существующее дерево, которое у нас сейчас есть, вот этот рут, мы прямо его можем модифицировать. То есть каким образом? То есть мы можем точно так же пройтись по студентам и вернуть каждый элемент назад при своем, и потом преобразовать в XML. Ну, так будет проще всего, чтобы понять, что с этим деревом мы можем не то как бы читать из него, а модифицировать из него прямо в памяти. После того, как мы его модифицируем, мы его можем назад вернуть в текстовый формат, а также записать в какой-то другой файл. для этого мы пройдем еще раз по тому же самому дереву. теперь нам, то есть я хочу как же, я хочу, чтобы у нас рядом с неймом фирнемом появился еще тех-эдж. для этого мне надо пойти проимпортировать элемент. вот таким образом. А у нас корень есть, это да. не так просто получится, потому что нужно нам конкретно студенту, который мы здесь получили конкретную ноду, а ему нужно сопоставить те данные из нашего списка. поэтому нам нужно искать либо в списке, либо в дикшенаре. Что лучше сделать? Ну, можно сделать, я сделаю просто, то есть у нас получается, что нашему айдшнику соответствует индекс в нашем списке минус один, да? То есть так будет проще всего. То есть я создаю элемент с именем age. Так, а тут мне нужно получить, а нет, я проще сделал это все. Угу. Смотрите, студент айди нашего студента мы находим, ну, просто мы знаем, как это делать уже, да? То есть у нас вот есть студент а3бд. Только его нужно явно преобразовать к целому типу, потому что у нас он не целый. то есть я собираюсь от него единицу вычитать, поэтому мне нужно, чтобы он был целый. так, и смотрите, то есть теперь когда я создал, смотри, вот что происходит в элемент, то есть элемент это создание как бы элемента, это создание конкретной ноды, это кусочка нашего HTML-документа, т.е. с данным имени. То есть я его вот создал, это у нас объект. Этому объекту я могу точно так же, как тому объекту, который я выбрал из чего-то здесь, присваивать, ну, работать с его элементами, атрибутами, то есть и модифицировать какие-то его данные. Вот я его текст поменял на тот возраст, который у нас конкретно, ну, конкретного студента по яичнику взял. Вот, и теперь, я мог ошибаться, по-моему функция append. Пойду, проверю, посмотрю. Давайте мы посмотрим вот так. Теперь давайте посмотрим вот так. И вот так уже хорошо. Итак, то есть мы нашему студенту добавим наш новый элемент. Смотрите, я поджимаю, что модификация прошла успешно, теперь нам нужно увидеть результат. Вот этот объект наш главный, который был рутом, у него есть также один из атрибутов, который позволяет его преобразовать в текст. Это отдельная функция в нашем XML, нет, в 3. Есть у нас должна быть функция ToString, есть ChromeString, есть ToString. То есть ToString, да, E3 ToString. Смотрите, вот таким образом E3 ToString, тот же самый наш элемент root, вот он преобразовывает его вот такой XML. То есть это у нас root до модификации, в нашем документе мы его изменили. Сделаем простую штучку, мы ее распечатаем. Вышла ошибка, что мы присвоили число, а он его не может преобразовать, то есть мы работаем со строками. Соответственно, вот данное значение, то есть в списке это у нас было число целое, то есть мы его преобразуем в строке. Вот мы получили, что наш, ну вот наш Edge, то есть в конце добавился, в конце каждого элемента. Немножечко форматирование сползло, но оно просто добавляет в конец перед закрывающим тегом. Вот, то есть вот таким образом мы модифицировали существующий документ. Мы могли его строить с нуля, то есть, ну вообще любой другой элемент, мы могли, ну вообще XML на дерево, то есть если нам нужно XML текст сгенерировать, то есть мы его можем построить с нуля. То есть это делается таким же образом, то есть мы сначала создаем элемент root-овый, ну и я перезадру наш старый root. Вот, и ну здесь добавлять вложенные элементы, вложенные теги можно двумя способами. То есть это можно делать либо, ну просто создать сначала элемент, а потом этот элемент добавить, ну через append, ну как со списками мы делаем, да, то есть у списка есть метод append, мы добавляем в конец списка какой-то элемент. Точно так же мы в конец предыдущих элементов нашей какой-то ноды мы добавляем другую какую-то ноду. Вот, либо мы можем сразу сказать, что данный элемент, который мы будем новый создавать, он будет под элементом нашего другого элемента. А там все просто тоже, то есть, ну как мы вот читали с файлика данный, так точно мы можем и записать. Ну, скажем так, мы имеем уже данные в виде XML, в виде строки вот здесь, да, то есть как бы, ну какой-то строка там. Мы эту строку можем стандартными методами бетона записать, то есть открыт файлик на запись и туда записать эти данные. То есть тут, ну, стандартно. Ну, я почти уверен, что у нас есть аналогичная функция, которая запишет нам файл. То есть просто возьмет наш там какой-нибудь данный и скинет файл. То есть как у нас называлась функция чтения? Парс. Парс. Тут вообще все просто, вот 3 в райт в какой-то файле. Если он есть, он перезапишет, да? Если он есть, он перезапишет. Да, если есть, я думаю, он перезапишет. Я думаю, что вот здесь как бы функция write работает аналогично, как… Ну, когда мы открываем функцию, я думаю, здесь можно еще модификатор доступа писать. То есть на чтение, на запись, затереть, не затереть. Не, я думаю, затрет без вопросов. Ну, опять же, то есть можно пойти посмотреть документацию конкретной функции, то есть что она скажет. То есть точка, два подчеркивания, док, два подчеркивания. Ну, то есть это стандартная питоновская утилита, соответственно, она, как правило, хорошо документирована. То есть прямо, то есть это должны быть встроенные строки документации. Вот так вот, да. Продолжение следует. Продолжение следует. Элемент не имеет, по-моему. А, то есть как элемент, так и субэлемент это функция пространства самой библиотеки, которая берет два параметра, то есть куда мы что лепим и что мы лепим. Таким образом мы можем наращивать размерность этого XML, как угодно. То есть мы можем аналогичным образом работать с теми же сами атрибутами, которые мы используем для чтения, как на запись. То есть все то же самое, очень простое отражение. Мы можем читать, можем писать, можем скидывать это дело в файл. То есть записать эту строку в файл тоже, я думаю, не проблема. Ну, в частности, мы только что видели в write. Сейчас, я шумец. Хумец. Хм. 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 Функция write из 3, а 3 это у нас непосредственно то, что мы прочитали. В том плане, что когда мы читали файл, мы его читали не сразу получали рутовый элемент, а мы получали промежуточное дерево, которое является, наверное, каким-то файловым объектом. Соответственно, когда мы пишем, мы должны аналогичным образом и аналогичного объекта записывать. Чтобы сделать корневой элемент, нам нужно было сначала сделать само дерево вот таким образом и ему уже можно задать сразу корневой элемент. вот, и тогда получается, что мы от этого элемента получаем корневой ГТРУД и тоже взаимодействуем. и тогда вот мы наш 3 пишем. где-то добавить. у нас все элементы, которые находятся в библиотечке элемент 3. ну, смотрите, еще как бы такой хак, хак, не хак, то есть подход. Сама у нас не библиотечка элемент 3, то есть он как бы длинный. и поэтому, чтобы от его пространства имен вызывать какие-то функции, там, либо классы обращаться, то есть мы ее сделали псевдоним, ну, сокращением ЕТ, чтобы было короче писать. теперь должно все отработать. makeElement.str.tr. ну, к нему, так, 3. вот это? не, это наша старая, старая ЭТ, которую мы модифицировали. выводить. aí а вот